Дорогие мои друзья, всем большой привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Тема сегодняшнего видео – ароматы с дорогим звучанием, с дорогим шлейфом. Ароматы, которые, по моему мнению, дорого пахнут. По моему мнению, кстати, это очень важно, потому что у нас с вами может разниться восприятие, и прошу это тоже учитывать. Почему я решила поговорить на данную тему? Сейчас я вам расскажу. Я на днях встречалась со своей знакомой. Когда мы с ней встретились, она услышала от меня аромат. На мне был аромат Аполлония от Ксержов. Она мне сказала, что «Лена, тебя пахнет очень дорого». Это дословно. Когда я у нее спросила, чем конкретно тебе пахнет, она сказала «Я не знаю, это не сладкий запах, это как будто бы какие-то цветы, ну вроде как и не цветы. В общем, что-то очень такое прям дорогое звучание. Что на тебе за аромат?» Тогда я ей сказала, что это аромат от Ксержов, Аполлония. И вы знаете, у меня похожие ощущения по поводу вот данного парфюма. Я покупала этот аромат вслепую. Я услышала описание этого парфюма, и я подумала, мне точно надо, тем более здесь присутствует корень ириса. И в принципе этот аромат заявляется как пудрово-ирисовый парфюм. Но он не совсем про ту пудру, которая какая-то сладковатая или помадная. Понимаете, о чем я говорю? Здесь холодный для меня аромат. Он холодный, он не сладкий, действительно. Здесь на старте заявлены белые цветы, корень ириса в сердце аромата и база мускусная. Когда я только услышала этот аромат, мне показалось, пахнет стерильной чистотой. Потом аромат начинает раскрываться. И вот весь его смак, этого парфюма, где-то внутри кажется, как будто бы пахнет белыми цветами, но какими-то абстрактными. Запах очень приятный, как будто бы вы улавливаете и кремовость, и в то же время какая-то льдышка, что-то такое холодное. Кажется, пахнет чем-то таким, повторюсь, стерильным. Ну и в то же время вы улавливаете какую-то холодность этого аромата, который тоже придает строгость, какую-то таинственность ему. Поэтому аромат, аромат очень классный. И причем, знаете, его нельзя слушать вот так вскользь. Ну то есть просто вот нанести на блотер, нужно его обязательно нанести на кожу. Потому что он при соприкосновении с теплой кожей, ну то есть вообще, когда аромат начинает раскрываться, вот в нем появляется, повторюсь, вот это вот сердце. Ой, он необыкновенный, вот необыкновенный аромат. Вот какой флакон, да, у него такой загадочный, аромат снежной королевы. Вот такое звучание у этого парфюма достойное. И действительно, я слышу в нем вот этот вот дорогой такой шлейф, какую-то холеность в нем присутствует. Следующий аромат, этот парфюм для меня вот лично звучит и пахнет чем-то дорогим. Это аромат у бренда Tom Ford Amber Leather. Обожаю этот аромат. Причем у меня Дима носит этот парфюм, но я и сама люблю этот аромат. И я его как-то один раз уловила от девушки. Может быть, это был похожий парфюм, не знаю. Но как же он приятно пахнет. Стартует он кардамоном. То есть здесь ноты такие яркие, кожаные. Но опять-таки в раскрытии этот аромат становится мягче. Здесь тоже заявлены белые цветы, по-моему, Жасмин. И вот эта цветочность здесь очень хорошо считывается, когда аромат уже уселся. Когда он в базе в своей. Просто невероятное звучание. Да, это кожаный. Кому-то это кожаный салон, кому-то это дорогая кожаная куртка. Мне он просто пахнет очень приятно. Вы знаете, когда хочется вот так вот просто за этим шлейфом следовать. Действительно, ассоциации чего-то такого роскошного в нем присутствуют. Я люблю этот аромат. Я вам тоже неоднократно уже про это рассказывала. Вообще само оформление. И как звучит этот аромат. И как он раскрывается. И что он абсолютно унисекс. Может быть, на старте показаться, что он грубоват. Ну, в каком плане грубоват? Как кожа, да, звучит на старте. То есть ярко. Кому-то даже пахнет мазью Вишневского. Но у меня нет таких ассоциаций. Он у меня сразу как-то вот... Я его воспринимаю как что-то такое очень приятное для себя. И очень хорошо в нем ощущаю вот эту белоцветочность. Знаете, для меня очень дорого звучат шипры. Я не очень люблю их носить. Но у меня есть один мой любимый шипр. И сейчас я вам расскажу, что это за аромат. Это аромат от бренда Sisley. Sisley Eau de Soir. Я люблю этот парфюм. И он для меня особенный. Он мне пахнет дорогой женщиной. Ухоженной. Причем эта женщина не молодая. Но и не в возрасте. Я вам рассказывала, что однажды я шла за женщиной. Она была хорошо одета. На ней были такие очень яркие, красивые украшения. Сумка. И от нее пахло вот чем-то похожим. Мне показалось, что это был Eau de Soir. Ну, я могу ошибаться, потому что я не такой большой знаток в шипрах. И не могу, знаете, каждый... То есть для меня здесь мшистая вот эта составляющая. Она здесь имеется. И вообще, как сделан парфюм. Это немножко меня отсылает старую школу. Кажется, что это такой дорогой французский аромат. Которым мы могли пользоваться много-много лет тому назад. Аромат, кстати, 90-го года. Но мне кажется, что он и на сегодняшний день очень актуален. Я ношу этот парфюм, когда я хочу себя почувствовать немного иначе. Мне кажется, что это не мое парфюмерное я. И никогда оно не сможет им стать. Я не совсем органично себя чувствую, скажем так, вот с подобными ароматами. Но мне иногда очень хочется подобного рода парфюмы. Особенно осенью, особенно в дождь, если я в каком-нибудь деловом красивом костюме, если я в плаще с сумкой куда-то собираюсь, и мне хочется себя чувствовать по-особенному, я обязательно наношу аромат Eudesuar от Sisley. Здесь очень богатая пирамида. Она, в принципе, я думаю, классическая пирамида шипра. То есть стартует он цитрусовыми нотами, а потом начинает раскрываться и мхом, и деревом, и гвоздикой. Все тут есть. И лабданум, и в базе это амбра, мускус. В общем, я думаю, что не имеет смысла перечислять все составляющие пирамидки. Знайте одно, что звучит это очень целостно, звучит это очень дорого. Но, во всяком случае, по моему мнению, мне нравится, как скроен этот аромат. Про него никогда нельзя сказать, что это что-то такое проходящее. То есть это такое на века, это уже классика. Но, знаете, вот он под настроение. Насколько я люблю сладкие ароматы, насколько я люблю ваниль в парфюмерии, ирис помадный, какой любой. Здесь это совершенно другое направление. Это такое строгое, такое собранное. Ну, в общем, одним словом, Eudesuar от Sisley. Следующий аромат, о котором пойдет речь, я помню свои первые впечатления, когда я только вот его первый раз услышала этот парфюм. Я подумала, боже, это пахнет волшебно. И ассоциацию у меня именно были, что это пахнет очень дорого. Аромат от бренда BDK, кремовая кожа. Ну, и на тот момент, ой, и сейчас этот аромат не из бюджетных. Но вы знаете, насколько этот аромат классно сделан? Он стартует очень ярко. Он стартует ананасовыми нотками, цитрусовыми нотами. И потом аромат начинает раскрываться. Раскрывается он белой замшей или белой мягкой кожей. На тот момент, когда я первый раз с ним познакомилась, для меня это было очень необычное звучание. У меня еще не было ни одного кожаного аромата. И я почувствовала, как фруктовые ноты переплетаются вот с этими необыкновенными такими замшевыми оттенками. И в то же время аромат к своей базе начинает закремиваться. И вот это придает ему такой элегантности, такой женственности. Аромат очень красивый. Мне... Это, кстати, мой не первый флакон, это уже второй флакон. Этот аромат всегда должен быть в моем парке в гардеробе. Я обожаю его носить осенью, обожаю его носить с кожаными вещами. Я на днях была в этом аромате. И как только я его наношу, сначала у меня все начинают фукать дома. Мама, чем ты пшикнулась? Хотя мне кажется, это абсолютно никакой не яркий аромат. Ничего там... Ну, то есть, бывают действительно парфюмы на старте такие едкие. И этот нет. Сама не женятина, на мой взгляд. Но почему-то первая реакция у моих близких. Мама, чем ты напшикалась? Но потом, когда он начинает раскрываться, он до неузнаваемости становится настолько приятным. Он даже немножко такой какой-то молочный. Он очень такой нежненький. Ой, обалденный просто аромат. Если вы еще не знакомы, вот рекомендую вам от всей души. Еще один аромат, о котором мне тоже очень хочется упомянуть, потому что это необыкновенный парфюм. Он, во-первых, безумно шлейфовый, комплементарный. И он, вот как он в базе своей звучит, он неузнаваем тоже. Вот у него такое очень постепенное раскрытие. Но вы сейчас поймете. Это бренд Ormond Jane. И этим, в принципе, все сказано. У них многие их ароматы, они вот построены именно по классической модели, раскрытия. И этот аромат, о котором я сейчас хочу сказать, аромат Woman. У меня нет его с собой, у меня он у мамы. Я маме его подарила, но я планирую... У меня в travel-версии, помните? Но я планирую заказать полный размер. Потому что это необыкновенный аромат. И узнала я о нем более подробно только тогда, когда стала носить и когда стала его слышать со стороны. У него ноты, вот это те ноты, которые я вслепую бы не отважилась купить этот парфюм. То есть ноты не мои. Здесь на старте трава, кориандр. По-моему, еще кардамон заявлен. Потом какая-то елочка в раскрытии. Ну, там и фиалка присутствует. И база здесь такая очень распространенная. Сандал, кедр, амбра. В общем, когда я смотрела на эту пирамидку, я никак не могла подумать, что мне, в принципе, этот аромат понравится. Но когда я стала его носить, он необыкновенно, повторюсь, красиво раскрывается. Сначала кажется, что он пахнет как будто бы какой-то кедровой смолой. Непонятно, вроде травянистый какой-то запах. Но дождитесь базы. База очень сладковатая, очень приятная. И вообще ощущение от этого аромата действительно, что звучание такое как будто бы не из этого времени. Знаете, сейчас уже редко встретишь такие ароматы. Кажется, как будто он пахнет каким-то ароматом из прошлого. Но это не ретро-звучание, а что-то такое очень густое. Что-то такое очень сложно сочиненное, которое раскрывается не сразу, повторюсь, раскрывается постепенно. И я на этот аромат несколько раз получала комплименты. Мама моя тоже говорит, что у нее несколько раз тоже спросили, чем пахнет. Потому что он действительно, он заполняет собой, он очень такой стойкий. Но в то же время у него такое звучание, очень женственное, на мой взгляд. То есть нельзя сказать, то есть для меня это не унисекс. И название все-таки этого аромата нам надиктовывает, что это аромат для женщин. Он действительно пахнет очаровательно, очаровательно и дорого. Аромат от Ormond Jane Woman. Знаете, про какой следующий аромат, и это будет последний аромат сегодняшней подборки, это парфюм роскошной женщины. У меня небольшой вот такой вот сэмпл. Мне этот аромат попадался уже в аромабоксах несколько раз. У меня была коробочка амуаши, там тоже этот аромат был. И я все ношу, ношу, и все никак не приобрету себе полный флакон. Ну скажем так, у меня этот аромат находится в моем виш-листе. Аромат от Амуаш Диа. Если вы когда-нибудь слушали или слышали об этом аромате, то вы согласитесь со мной, что этот аромат пахнет дорого. Да, кто-то может сказать, что это такой бабушкин парфюм. Я в принципе не люблю эту терминологию. Я не совсем приветствую, когда ароматы делят по возрастным категориям. Но я могу сказать, что если это и бабушкин аромат, то бабушка здесь должна быть ого-го какая. Это альдегидное звучание, но как он роскошно раскрывается на коже. Я нанесу немножко на себя, чтобы освежить свои воспоминания. Старт у этого аромата очень густой, обволакивающий. Но здесь тоже очень такая шикарная пирамида. Здесь на старте альдегиды и различные цветы. Здесь даже заявлен инжир и роза, и чего здесь только нет. А в базе здесь даже присутствует ладан и гелиотроп. Ну помимо него там и мускус, и дерево, и древесная какая-то составляющая, и я не помню амбра. Но на самом деле это не суть важно. Пирамидку вы сможете посмотреть на фрагрантике. Она действительно такая объемная, очень богатая. Мои ощущения от этого парфюма, что это действительно, повторюсь, наверное уже в третий раз, роскошный парфюм. Это аромат с дорогим, очень притягательным звучанием. Для меня здесь нет какой-то вот такой навязчивой ретровой ноты, да, от которой у меня, ну бывает часто неприятно так в носу. Нет, этот аромат настолько классно сделан. Он начинает, повторюсь, с такой очень густой составляющей. То есть кажется, что аромат очень насыщенный. Постепенно он начинает раскрываться. Он вас окутывает своим нежным облачком. И вот в базе, вот это проявление этого ладана, она тоже здесь вносит свою такую изюминку. Потому что здесь есть и цветочный блок, и вот это вот ладана древесный. И все это необыкновенно красиво звучит. Мне кажется, что если бы я со стороны от кого-нибудь услышала этот аромат, я бы подумала, что, во-первых, у этой женщины точно есть вкус. Во-вторых, я уверена, она была бы безупречно одета. И пусть даже это не молодая девочка, но это женщина, которой захотелось бы подойти. Вы знаете, мне еще нравится, что в базе этот аромат, вот он сначала кажется, как будто бы он, как будто кремом, да, немножко даже пахнет. Но потом все это так закручивается, что, ой, ну просто вот, знаете, хочется прильнуть вот к этому парфюму. Он действительно необыкновенно красивый. Я знаю, что он не уникален, что как будто бы он очень похож на клема. Но я клема пробовала только современную, слушала современную версию. Да, наверное, направление похоже, но для меня этот вот, для меня все-таки он звучит как-то по-особенному. Как будто бы здесь есть такие составляющие ириса тоже, и что-то такое, очень, повторюсь, приятное и притягательное. Аромат от Амуаж, Диа, флакона, которым я мечтаю, который у меня уже давным-давно в моем виш-листе. Ну что, друзья, давайте будем прощаться. Я уже снимаю в полной темноте, я не знаю, что теперь сложнее, видите, стало темнеет рано, поэтому световой день становится короче. Но я надеюсь, что вам было интересно, если это так, то обязательно поставьте пальчик вверх и подпишитесь на канал. Давайте встретимся в комментариях, напишите, какие ароматы вызывают у вас вот эти ассоциации, что пахнет дорого. Вот хотя бы по одному аромату напишите, будет очень интересно почитать. Ну а я с вами прощаюсь, я, как всегда, желаю вам всего только самого доброго и, конечно, мирного. Обнимаю вас и до скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok